Диафантовые уравнения. Но вначале, как обычно, всех приглашаю на наш семейный кулинарный канал. Кому интересно, ссылка на новое видео в описании. Решите уравнение в целых числах. Один из методов решения диафантовых уравнений – это метод разложения на множители. Поэтому попробуем все перенести в одну сторону, например, вправо. И затем уже каким-то образом разложить на множители. В результате получаем x, y, минус x, минус y. Все это равно нулю. Группируем первое со вторым. То есть выносим x за скобки. В скобках остается y, минус y, и все это равно нулю. Теперь первое слагаемое у нас содержит множитель y, минус единицу. Поэтому, чтобы разложить на множители, нужно попытаться, чтобы и второе слагаемое содержало ту же самую разность. А для разности нам не хватает плюс единицы. Поэтому прибавим по единице к каждой части нашего уравнения. В результате получаем x умножить на y, минус единица, минус y, плюс единица, равно единице. Первое слагаемое переписываем и минус единицу выносим за скобки. В скобках получаем y, минус единицу, и все это равно единице. Ну и теперь y, минус единицу можно вынести за скобки. Получаем y, минус единица, умножить на x, минус единицу, равно единице. Мы решаем уравнение в целых числах. Но если x и y целые числа, то в левой части оба множители целые числа. А произведение целых чисел дает единицу в том случае, если оба множителя равны единице, или оба множителя равны минус единице. То есть в результате мы получаем совокупность двух систем. Либо оба множителя равны единице, либо оба множителя равны минус единице. Окончательно получаем x равен 2, y равен 2 или x равен нулю, y равен нулю. То есть решением нашего уравнения будет две пары чисел 0,0 и 2,2. Пишем ответ. x равен нулю, y равен нулю или x равен двум, y равен двум. Задача решена. Кому решение понятно, ставьте лайк, пишите комментарии и не забудьте зайти в гости на наш семейный кулинарный канал.